Бог Он вносит самое дурное оживление в нашу среду Кажется, только что очень похожее служение, но не такое было в ярко-эмоциональном плане Проходите, занимайте места Бог возлюбил меня, Бог возлюбил меня, я теперь его дитя Бог возлюбил меня, Бог сотворил меня, Бог сотворил меня Ушки, глазки, лосик, рот, Бог сотворил меня Один, да, раз. Семерьем тоже здесь. Эта история вроде бы как бы не для вас, Ну, здравствуйте, дорогие Здрасте Дадя, привет Хотел спросить вас, вы любите спать, да? А любите больше засыпать или просыпаться? Просыпаться Кто не любит засыпать? Это не про нас, да? Дайте только возможность, мы обязательно заснем А бывает такое, что вы легли спать, а никак не заснуть не можете, потому что что-то вас волнует Бывало такое Бывало такое И как, быстро заснуть, нет? Нет Не получается заснуть? А почему? Сейчас 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 Секунду В этом, что ты не так сделал, думаешь, почему-то это сделали, какая-то контрольная завтра А ты что-то не доделал Да Похожую историю можно не рассказывать до конца уже Она уже рассказана Но, тем не менее, что-то у нас сегодня История, история очень простая Один фермер Постоянно следил за своим бизнесом Чтобы у него и на огороде все росло И чтобы животные были сыты и накормлены И чтобы во дворе ничего не валялось И чтобы техника была убрана И чтобы, если ветер будет или если что-то еще будет Короче говоря, чтобы корм не намочился, чтобы инструменты были в порядке И вот, как правило, летом всегда работы Получается, что побольше надо и заготовить чего-то И что-то убрать надо И вот для того, чтобы справиться со всей этой работой Он летом ходил в школу Обращался к одному из учителей И говорил Мне нужен очень хороший помощник, которому я готов платить Ну, учитель говорит, хорошо Вот, после уроков Класс останется здесь И ты можешь обратиться к тем ребятам, которые захотят летом работать Задать им вопросы какие-то, получить ответы И определиться, кому ты готов Кого ты готов, вернее, взять на работу Ну, и вот этот фермер После уроков приходит И задает ряд вопросов Этим ученикам, ребятам, которые хотели летом поработать И вот он подходит По очереди каждому из них И когда Речь Дошла до Стаса Он говорит Стас, скажи, пожалуйста Какую-то особенность в твоем поведении Что особенного в тебе? Стас говорит Особенность Да, наверное, вот в чем Я могу вечером лечь спать И ничто меня не будет будить Я засну очень быстро и легко Этот фермер, будучи Мудрым человеком Решил Скорее всего Что он любит справляться со своими делами Так, чтобы никаких хвостов не было Чтобы был всему готов И поэтому он ложится и спокойно спит И он говорит Дай, возьму, попробую Как дела у Стаса? Приглашает Стаса себе на работу День, два, три, смотрит Все убрано, все чисто, все аккуратно И он перестал контролировать уже Стаса Стас все убирал, все готовил Но в один из дней Когда Этот фермер проснулся От сильного ураганного ветра Он вспомнил, что еще днем Когда он заходил в комнату Он видел сток сена, который был не укрыт Он видел, что животные еще были где-то в загоне Он увидел, что инструмент где-то еще находился Думает Вот интересно, Стас убрал или не убрал Этот инструмент все закрыл, не закрыл И он поднимается к Стасу в комнату Пытается разбудить Стаса А знаете, Стас как неваляшка Его вот поворачивает в одну сторону, в другую сторону Вообще не просыпается Он говорит, думай, что я до Стаса не достучусь Поэтому выйду-ка сам Выходит во двор Смотрит, сено укрыто Думает, а животные на месте? Смотрит, и животные на месте Все в загоне Дверь тоже прикрыта А инструмент, который может намочиться, разбухнуть и испортиться Нет, смотрит, тоже ничего нету А техника? И техника в гараже Думает, ах, вот почему Стас Так спокойно спит И ничего его не может разбудить Потому что он все дела свои закончил Потому что хвостов, из-за которых переживать Тоже не осталось Поэтому Стас лег спокойно И заснул Знаете, у нас взрослых Бывает такое, что мы не все вовремя доделаем Или думает, вот Я встану с утра пораньше и это доделаю И весь Вся ночь проходит Не то спишь, не то не спишь, да? Мучаешься, переживаешь Потому что, а вдруг не проснешься вовремя Но те, кто делает свои дела до конца Все задания, о которых мама просит с папой Выполняются К школе готов Все убрано, все на месте Проблем тогда нет И тогда, как говорит псалмопевец Давид Спокойно ложусь я и сплю Ибо ты, Господи един, даешь мне жить в безопасности Друзья, у нас есть возможность Помнить и выполнять все, все, все свои обязанности И тогда сон Как засыпание, так и просыпание будет светлым, радостным и легким Я желаю вам приятного сна Ну, а сейчас Мы все-таки, наверное, помолимся Чтобы наши обязанности мы выполняли все вовремя и правильно Кто готов молиться? Вадя, встал уже без яда Дорогой Иисус Дорогой Иисус Спасибо тебе за помощь Ты помогаешь все делать Помогаешь все делать Вовремя Спасибо за сон Спасибо за сон Аминь Аминь Давайте помолимся еще Все вместе Поднимемся Дорогой Господь Мы так признательны и благодарны Что ты и детям и взрослым Даешь сон Но мы просим тебя Чтобы все наши обязанности Мы выполняли честно Добросовестно И ничего не забывали, ничего не оставляли И тогда Имея мир в сердце С родителями и с детьми и с друзьями Мы могли бы спокойно ложиться И спать, доверяя тебе нашу жизнь Еще раз спасибо тебе за все большое Аминь Проходите